Всем привет! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. А сегодня я вам расскажу снова про однолитники, но редкие, необычные, красивые. Но все равно с непременным условием у меня было то, чтобы они были неприхотливые, и их было легко выращивать и раздобыть. Начну с необычного растения, которое называется спилантес. Спилантес аллерация. Это растение уникально тем, что оно имеет не совсем такие цветки. Это многочисленные шарики диаметром до 2 см с красивой окраской. Сначала желтая подбивка, затем бордовый цвет, а сверху маленькая щеточка тычиночек, которая тоже окрашена в желтый цвет. Весь такой вот интересный, необычный шарик. Листья тоже привлекательные, многочисленные. Темно-зеленые окраски с различными разводами. И в течение сезона заполняет пространство, ведет себя как почвопокровное растение. При этом обладает лекарственными свойствами. И я не буду про них рассказывать, расскажу лишь историю, как у меня как-то была комиссия с проверкой. И описывая то, что это растение вот такое уникальное, почему я его держу, что перед походом к стоматологу можно пожевать его листочек. Ну, один из членов комиссии его пожевал, и так я его вырубила. И потом он не мог разговаривать, потому что у него рот сковала, вода не помогла, она еще больше усилила эту анестезию, чем я была рада несказанно. Следующее растение – квамоклит. Квамоклит лобата, или называют еще его мина лобата, либо ипомия лобата. Ну, смысл в том, что это лопастное что-то. А что лопастное? Листья лопастные. Это вьющиеся растения. Хотелось вот разнообразить, не только стилющиеся, но и чтобы были другого характера роста. Вьющиеся растения. Посеять его нужно, чтобы оно достигло сезон своей красоты в полную силу. Посеять лучше в помещении. Можно где-нибудь в начале-середине апреля в отдельные стаканчики посеять по пару семечек, предоставить им опору, чтобы они не падали, а уже начинали заплетать. Когда будет сильный рост по разным там причинам вашим, можно прищекнуть. Это не повлияет на его дальнейший рост, а еще больше он будет куститься, к вамоклит. И чем он привлекателен? На одном растении, на одном цветоносе появляются большие кисти, которые несут необычные формы цветки, сжатые колокольчики с необычной окраской. По мере своего возревания они меняют окраску, желтую на красную, на оранжевую, и постоянно, получается, присутствует вот такой вот яркий, динамичный цвет. Очень нарядное и необычное растение. При этом пестик с тычинками выглядывает из цветочка, чем создает еще дополнительную привлекательность. Из вьющихся растений еще посоветую вам азарину. Азарина из семейства норичниковых, то есть то же самое, что львиный зев такое семейство. Семена завязывает великолепно, и семена всходят хорошо, поэтому не бойтесь его выращивать. Вырастить надо тоже через рассаду, но уже попозже. Если посеять в грунт, то смотря какие условия. Во-первых, в грунте они могут куда-то замыться, тогда вариант какой? Посеять в горшочек и поставить в теплицу, а потом рассадить. Вот у меня такой коротенький побег, у меня сохранился не то чтобы маточник, случайным образом все это произошло, но не в этом суть. Вот такие многочисленные листочки, они и в сезон в открытом грунте тоже такие мельчайшие. Побеги многочисленные, просто неудержимого роста, и какую бы опору вы не предоставили, можете задать какую-то форму, типа там пирамиды, цилиндра, шара. Все, что не предоставите, все он освоит и покроет. Цветки размером такие же, как у львиного зева, только либо насыщенно голубого цвета, либо фиолетового цвета. Иногда бывает белой окраски у некоторых сортов. Рекомендую такое растение посадить у вас в саду, для того, чтобы заполнить пространство, там, где вы хотите быстренько задекорировать что-то не совсем привлекательное. Еще одно необычное растение, малораспространенное, но тоже уже есть в садовых центрах, продается, как правило, в семенах. Семена всходят хорошо, никаких стратификаций не надо. Это гибискус ацетосела. Иногда называют его клинолистный, но на самом деле ацетосела означает то, что он кислый. Наверное, как все гибискусы, если пожевать, он имеет вкус. У меня тоже сохранился маточник. Вот имеет такую необычную листву. В самом деле, похоже на листик клёна приречного, но при этом окраска у него необыкновенная. Это, так сказать, зимняя окраска, потому что не хватало света, и она немножко размазана зеленым, но в открытом грунте, казалось бы, просто происходит чудо. Из маленького семечки, не такое уж оно и маленькое, там оно в диаметре миллиметра два, вырастает просто огромный куст. Для того, чтобы он все-таки немножко был более компактным, можно в процессе роста выращивания рассады прищипнуть верхушку, и тогда появятся многочисленные боковые побеги. Но и без прищипывания, в хороших условиях, он сам себя формирует и создает практически шаровидную форму. В первый год, возможно, цветы и не появятся, смотря когда вы посеете его на рассаду. Если вы посеете в феврале месяце и будете удерживать рост, формировать его, прищипываясь, то цветки могут появиться и в этом сезоне. А так мы сохраним маточник, он хорошо, замечательно растет в помещении, и в открытом грунте, вот у меня молодой листик удалось мне найти, вот такой необычный окрас. Когда играет солнце своими лучами в кустике, то вот эти вот темные жилки, они просто светятся, и начинается игра света, там и бронза, и золото. Куст, кажется, изнутри чем-то подсвечивается. Такая окраска будет выигрышной, если вы его скомпонуете с чем-то светлым, желтым. Это будет такая очень красивая композиция. Здесь вот, видно, у меня сформировались плодики. Цветки насыщенно бордового цвета, практически бурачковые, очень такие крепенькие, как будто бы пластмассовые, смотрятся весьма декоративно. Следующее растение, это уже ампельное растение, и называется оно дихондра. Сорта его иногда таки называют серебристый дождь, мрудная лавина. Это декоративно-лиственное растение, оно вам тоже пригодится в саду. Вообще оно многолетнее, конечно, но выращивается как однолетнее, не зимует, по крайней мере, в средней полосе. Но из плюсов, то, что его можно тоже сохранить в виде маточника, и потом размножать уже не семенами, потому что с дихондрой все-таки надо повозиться, и там тоже нужна легкая сертификация. А потом вы просто черенками будете ее размножать, сохраняя маточник, и дополнять вот этим серебряным дождем различные композиции. Можно попробовать, поэкспериментировать, посадить в грунт, как я вам когда-то рассказывала. Следующее растение, это растение называется перила. Перила удивительна тем, и уникальна, что можно употреблять в пищу. До сих пор очень широко используется на Дальнем Востоке, Японии, Китае, добавляют в пищу. Японцы любят добавлять в рыбу, особенно молодые листочки, потому что они имеют немножко такой резкий перченый привкус, и при этом еще обладают ароматом своеобразным. Перила бывает с таким вот тоже бордово-прокрашенным листочком, с сильной кучерявостью, со слабой кучерявостью листа. Бывают зеленые разновидности, которые тоже различны насыщенности зелени листва. Она, конечно же, цветет. Но цветочки, не то чтобы они там очень привлекательные, но, наверное, если посадить декоративный огород, то в них тоже будет свой шарм. Это из семейства губоцветных, и такие змейки с фиолетовыми цветочками или нежно-лиловыми, они тоже будут придавать какую-то законченность вашей композиции. Хочу вернуться снова к почвопокровным, которые, как вы понимаете, можно использовать как ампельные. Это интересное растение, и тоже есть семена в продаже. Нолана. Нолана бывает двух видов. Нолана парадокса и Нолана ползучая. Все они имеют ползучий характер роста, сильно распространяются за сезон, и цветут красивыми цветками, похожими на колокольчики. Колокольчики только обращенные вверх, раскрытые, голубого, синего, фиолетового цвета. У Нолана парадокса они имеют внутри белое кольцо. Ну, вот, мне кажется, если даже вы эти растения прихватите в свою корзинку, то уже каким-то образом разукрасите свой сад и откроете для себя что-то новое. И на все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова